Эта победа стала первой победой в родных пенатах для рязанского спортсмена Владимира Ермакова. Дело в опыте, подготовке. И хотя помимо соревнований Владимир занимался еще и организационными моментами, победа, по его признанию, далась ему легко. У меня прошла тренировка плодотворная на чемпионате России в Великих Лугах до этого. Я считаю, что я подошел в этом году очень ответственно и готов был максимально. Но все равно спорт был не основной задачей моей, поэтому он пролетел не у меня, пока я занимался другими делами. 90% заданий это кресты, физические мишени, а по крестам у меня всегда был очень хороший результат. Поэтому, может быть, так просто все непринужденно прошло и я выиграл. Новые районы, интересный рельеф. Для участников соревнований в этом году организаторы приготовили маршруты в тех местах, где массовые шары никогда не летали. Многие жители деревень воспринимали это, как всегда, с восторгом и не зная, что больше радовался. То ли ты, что летишь, то ли те, которые находятся на земле и видят то, что летит над ним шар. Все же, получается, по Михайловской трассе направление сделали три полета. В основном использовали Куйбышевскую и Спасские районы с замечательной окой, с кошенными лугами заливными. И уже кое-где начали косить и сельскохозяйственные все угодья. Там тоже мы могли приземляться. И едва завершился фестиваль, уже пора думать о следующем. Подготовка к небу России 2024 начинается прямо сейчас. Намечено сейчас подать заявку на проведение очередного рейтингового спортивного мероприятия. Пригласить уже 30-35 шаров. Соответственно, инфраструктуру развить и уже сейчас начать переговоры с местными санаториями и базами отдыха. Так, чтобы на август мы могли разместить одновременно в одном месте или в радиусе 5 километров друг от друга минимум 250 человек. Это основная задача, которая есть сейчас. Ну и параллельно с этим обеспечить рядом выездную газовую заправку. Так, чтобы комфорт пилотов обеспечивал еще большую безопасность и режим отдыха. Дело Льва Борисовича Маврина, который придумал фестиваль в далеком 1990-м и все эти годы был душой, идейным вдохновителем неба России, а также превратил Рязань в столицу воздухоплавания, продолжается, живет и будет развиваться. Ведь оно в надежных руках его сына Александра и внука Владимира. Мне кажется, с четырех. Я не помню точно, сколько мне было лет, но мой дедушка начал летать до моего рождения. Соответственно, я, можно сказать, родился в Корзине. Есть куда стремиться. Да, кубок уже мой. Дальше осталось выиграть чемпионат России. Потом можно съездить победить на Европе, на мире. Ну и, конечно же, потом галактику завоевать. Редактор субтитров А.Семкин